Добрый день, 13.06. Это программа «Союз нерушимый». Пятница. И мы традиционно выходим в прямом эфире именно в это время и говорим вам «Здравствуйте, Азиз Агаев». И Владимир Сметанин. Здравствуйте. А помнишь, ты в прошлый раз говорил, что погода плохая, и я тебе сказал, что просто нам не хватает музыки? Музыки не хватает. И сразу после этого, только наша передача прозвучала музыка, наступила весна. Причем не простая музыка, которую мы в ежедневной жизни слышим, а музыка особенная, которая свыше нам. Которая призывает нас к общению с Всевышним практически и помогает этому общению. Поэтому не знаю, насколько сегодня корректно так говорить о теме нашей сегодняшней передачи, но мы сегодня будем говорить о чтении Корана. И мы назвали его «Музыка или стих», потому что мы очень часто слышим, что Коран читают, а людям кажется, что Коран поют. Сегодняшние наши гости, которые будут нам... Перед тем, как гостей представить, все-таки нужно пояснить, если вы не следитель, так эпизодически следите за нашими программами «Союз нерушимый», то напоминаю, что они выходят по пятницам два раза в месяц. И сегодня у нас такое логичное продолжение, да, потому что в предыдущей передаче мы говорили о музыке в православной церкви. У нас был здесь хор «Храма надежды и веры Любови и Матери Софии». Священник Василий Песцов нас погружал в эту тему. Ну и вот сегодня мы к исламу обращаемся и хотим знать, как же среди мусульман обстоят эти дела. Все передачи, кстати, вы можете слушать и смотреть на нашем сайте эхакирова.ру, так что запоминайте и следите. У нас все-таки есть своя логика, и не просто так сегодняшняя тема выбрана. Да, и сегодня нам помогут окунуться в это море информации, истины, наши гости. Один из них или двое из них у нас уже были. А Нурислам Хаджи Касимов, он постоянный наш гость, это имам мечети города Кирова. Рагип Мамедов, я думаю, что слушатели тоже знают его, имею фамилию. Да, руководитель религиозной организации мусульман-шиитов в Кировской области. Мурат Алиев. Но Мурат тоже у нас был в студии ровно год назад, когда мы посвящали передачу Дню Победы. Он молодежный активист, он активный у нас парень, активный общественник, постоянно участвует в делах молодежного комитета благотворительного фонда Азербайджана. Он членом является этого благотворительного фонда. И Имрон Садов, чтец Корана в Кировской мечети. Самый юный участник сегодняшней передачи. Добрый день. С вами, Имрон. С вами, Алик. С вами, Алик. Сколько вам лет, Имрон? Десять. Десять лет. Вот такое возрастное ограничение у нас сегодня в передаче. Да. Шутку. В общем, тема-то серьезная. Так, со своей стороны скажу, что Азиз Алич меня немножко погрузил в эту тематику. Вы ссылались на Коран и приводили в пример строчку, где якобы музыка вообще запрещена, насколько я понял. Нет, она не запрещена. Просто было сказано в одном из аятов. Я, к сожалению, небольшой специалист. Я не читаю по-арански. Хаджинам пояснит. Да. Сказано было, что вам для чтения Корана вам не требуется петь. Сложные вопросы будут, спросил нас Норислам. Перед началом жизни, да. Вот, пожалуйста, сложный вопрос. Смотрите. Значит, слово Кур'ан – это несколько измененное арабское слово. То есть чтение нараспев. Поэтому это и песня, и стих. Что? Чтение нараспев. Вот это мы сейчас и будем. Хорошо, выясним. И примеры тоже услышим, конечно. Обязательно. На это надеемся. Чтение нараспев. Но про музыку Всевышний указывает, означающее, что пусть не заведет вас стройные звуки в наущение шайтана. Поэтому надо смотреть, как воздействует на вас музыка. Где поднять эту грань? А это только по своим ощущениям. Поэтому в общем, в исламе, как такова музыка, струнные, духовые инструменты запрещены. Да. Ударные, как вот бубен, барабан, да, разрешены. Они создают ритм, да, под который сделают, соответственно, пение в виде нашидов, восхваления пророка Мохаммада, восхваления Аллаха. В такой форме, ну, если утрировать, то это песня. Так в общем и целом, да, можно назвать это песней. Да, но без вот такой мелодии, как где все привыкли. Ну, вот не удержусь, я, конечно, у нас не удержусь всё-таки, когда вот говорит Руслан Хаджи, он меня тоже как, я надеюсь, я его наталкиваю своими вопросами, он меня тоже наталкивает на ответные вопросы своими ответами. Но ведь перед этим вы сказали, что, чтобы не приводило к искушению, скажем, шейтанам музыка вас, да, пение. А если музыка меня не к искушению приводит, а послушав эту музыку, рождаются добрые чувства во мне, я начинаю их реализовывать. Почему это должно считаться и почему это запрещается, как вы сказали, общим исламом, хотя я не знаю, что такое общий ислам. Нет, это имеется в виду безразделение на мазхабы, безразделение на фирка, на ответвление. Нет, это общий. Просто ислам, да. Да, поэтому я предлагаю тему музыки перенести на следующую передачу. И этот вопрос, который я задал, завис, и мы переходим к тому, о чём. Да, мы берем всё-таки главную теме Куран. Поэтому я предлагаю сейчас, для того, чтобы начать погружать наших слушателей в красоту чтения Курана, послушать главную суру, которую обязательно, многократно, каждый день во всём мире, там миллиард, полтора миллиарда мусульман читают. Это сура «Фатиха», переводится как «Сура, открывающая книгу». Её смысл, её значение? Это сначала послушаем, потом расскажу. Хорошо. Имрону, да, передаем? Имрон Саду. Пожалуйста, слушай. Саду. 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 И после 2 мы говорим, аминь, обычно. Потому что смысл же ее два, молитва, обращение. И прозвучало, можно сказать, что одна из больших частей намаза. Да. Повседневные молитвы. Обязательные части. Обязательные части. Повседневные молитвы мушульман. И неоднократные повседневные молитвы. И смысл ее сначала же идет восхваление Всевышнего. Можно дословно? Дословно, пожалуйста, с именем Всевышнего, который облагодетельствовал все свои тварины в этой жизни. И облагодетельствует только тех, кто верует в Него. Судный день. Вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. Властителю Дня Справедливости. Судного дня. Только тебе мы обращаемся. Только у тебя мы просим помощи. Направь нас на путь истинный. Путь тех, кого ты облагодетельствовал и в этом, и в будущем. Не направляй нас, не заблуждая нас, и не направлены путем тех, которые под гневом твоим. И тех, которые заблудились. И мы говорим Аминь. Потому что я уже раньше рассказывал, смысл всей жизни человеческой достичь счастья в обоих мирах, в этой жизни, в будущей. И вот эта молитва полностью в себя включает все наши чаяния. Вот по факту получается, что каждый день мусульмане неоднократно просят Всевышнего направить его по истинному пути. Просит фактически отдалить его от пути шайтана, дьявола, иными словами. Направить его дела все на добрые, собственно говоря. Сделать их добрыми. Все дела сделать добрыми. Мне лично, вы знаете, напомнило одну из самых известных православных молитв. Отче наш. Да светится имя твое, да пребудет воля твоя и так далее. То есть по смыслу вроде как очень близко. Мы же с ними братья. Мы это поясняем в наших передачах. Рагиб. Пожалуйста, микрофон поближе к себе. Рагиб Мамедов, руководитель религиозной организации мусульман-шаитов в вашем регионе. Саламу на лайкфу. Я приветствую всех слушателей наших радио и поздравляю с сегодняшней пятницей. Да, да, да. Большой праздник всех мусульман. Поздравляю. Джума. Я хотел бы сказать пророк Салават Аллах Кала Расулу Аллах Салаллаху Аляхи Ва Аляхи Ва Салам Афзалул Ибадаты Кира Атол Куран Пророк Салават Аллах Мир будет ему и его семье Говорит, чтобы читать Куран лучшие Ибадаты Лучшие молитвы. Лучшие молитвы, да. Читение Курана И читение Курана во время пророка Салават Аллаха Абдуллах Ибн Маасуд Это один из первых обобращенных мусульман. Он был асхабом пророка Мухаммеда. Подвижником Он был одним из первых людей, которые как раз таки приняли ислам во время жизни пророка Мухаммеда. И он очень хорошо читал Куран и пророк Салават Аллах обращался ему, чтобы читать Куран и мы будем слушать. Еще да. Он просил как раз таки у нас сегодня тема Корана это мелодия или поэзия. Он просил читать Коран с авазом. Что означает аваз? Аваз это можно считать классическим вокальным стилем. Буквальный перевод. Слово аваз это голос. Это тон мелодия. Можно заменить тон мелодия. То есть в какой-то степени можно я думаю что считать чтение Корана музыкой но она более такая духовная так сказать. Есть хадис от пророка Салават Аллах хадис есть пророк Салават Аллах говорит украшайте Коран со своим хорошим голосом. Украшайте Коран со своим хорошим голосом. Вам одно скажу. В музыке есть вот смотрите основной это чтение Корана нам идут с Египта. А Египт Ислам переняли буквально в начале 19 века. В смысле основной что основные каноны идут из Египта. из Египта вот одно скажу. Чтение Корана и музыка есть мухам у вас была одна передача была у вас и про мухам мы говорили про мухам есть мухам а Коран читается основной из семи распространенных мухамов это одна из разновидностей разновидностей мухам это традиционная музыка значит азербайджанская музыка но она включена в наследие ЮНЕСКО в восьмом году включена и там есть семь основных разделов видов видов чтения семь основных ладов чтения мухам и значит и соответственно по каждому из этих ладов можно читать Коран вот эти основные семь мухам это читается саба это название переочисляет а как переводится это или уже таки не переводим семь потом Нахалвант Аджам Байад Сега Хижаз и Раст там откуда взяты образцы чтения фактически по названию как бы да Аджам это те кто не арабы мусульмане не арабы основные это из семи мухам и на это еще есть помогательные мухам ученые читают 300 видов дополнительно 300 видов 300 видов от лады от лады значит фактически но это мелодии их еще плюс 300 то есть фактически здесь мы приходим к тому с чего сказал значит у нас Аджираг он сказал что пророк сказал украшайте чтение Корана со своим голосом еще вот одно скажу как сегодня читать Коран не только недостаточно знать только буквы кроме буквы еще надо знать наука есть Коран таджвид вот это таджвид это это наука это правило орфеепического так сказать чтения Корана это вообще наука которая изучает занимается тем чтобы правильно читать правильно произнести звуки потому что если что-то не так читается то может полностью искажаться смысл чтения смысл чуть-чуть не так чуть-чуть не так и все меняется смотрите как обычно с научной точки зрения Альмут Таджвид наука о правилах чтения Корана вообще арабского языка это наука о том как производить в каком месте и каким образом звуки Корана и вся наука взята из того как пророк Мухаммад сам читал передавалась через подвижников передавалась и в третьем веке по хиджи то есть после того как он переселился из Мекки в Медину она была сформулирована как наука то есть этим правилом обучают во всем мире одинаково в изображении в Казани в Мекке и на Дальнем Востоке совершенно одинаково и обучающий является для нас для мусульман лучшим человеком как пророк Мухаммад алейсаляту сказал лучший из вас тот кто изучил Куран и обучает ему других людей это лучшие люди вот именно вот это таджвид эта наука таджвид оберегает Курана чтобы быть похожим стихиям или музыку это отличительная череда получается без овладения этой наукой не допускается можно ошибиться в чтении Корана и это собственно говоря сам для себя может читать человек может но это может быть лучше даже для себя не читать потому что там они построены и на грамматике и на произведении звуков горлом легкими губами языком носом все давайте что нибудь еще прочитаем потому что мы когда говорим Коран музыка или стих то например если мы читаем шахаду и я попрошу наверное Емрона там сейчас прочитать то мы видим что две фразы рифмуются да это Коран рифма рождается там да Емрон можешь как бы вот нам ашхаду анлаха да да просто ашхаду анлаха иллах ашхаду анна мухаммад иллах хаяна ассана хаяна фала хаяна фала подсказываете кодекам ассана кодекам ассана аллах 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 иллах призыв на молитву пятикратный везде в мире и мы слышим что концы фраз как бы рифмуются как в стихах да да в данном случае да да вот сейчас я Рагиб вперед в Талмуд это Коран в переводе да у нас все понятно вот Коран послан Всевышний Аллахом правильно они которые даже и во время пророка салават Аллах и сейчас есть такие люди чтобы говорить это пророк салават Аллах сам написал книгу это не так это послал Всевышний у нас есть аят сейчас мурад нам посчитать аят это сур анисада 82 аят давайте здесь мурад алиев я буду читать перевод вы можете прочитать на арабском мне кажется сначала надо прочитать по-арабски а потом читать перевод давайте отрывочек потому что это будет правильно афалал ясада баруна алкор а почему вы я извиняюсь прошу прощения почему вы не читаете на голос да с авазом а вас это извините что у меня голос а вас это мелодия от нас старание а от Аллаха красота отлично вот вам и перевод поэтому мы попросим вас хоть у вас немножко голос подсевший прочитать коран с авазом ау биллахи мна шайтона рожим бисм ла рах ман рах м фэ ла я тадам бару наль кур а арм бисм а ла я ла 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 Вот этот аят нам доказывает, что это все, эта книга, это Коран от Аллаха, и там нет никакой. Никто не сочинил его нам. Не сочинил. Вот именно. Противоречий нет в Коране, чтобы придираться, потому что очень много даже ситуаций было, когда ученые пытались придираться каким-либо моментом, который указывается в Коране. Попровергнуть, да. Но спустя некоторое время они понимали, что у них ошибочное мнение. Еще один в Коране, еще аят есть, очень хорошее доказательство на это. Сейчас, Мурат, сейчас я почитаю, а ты нам переведешь. Пожалуйста, давайте сейчас слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот уже поувереннее немножко, да, Рагип? Голос уже поддается. В переводе обозначает это все, что если бы люди, вначале говорите, скажи, если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное, нечто похожее Корану, это не удалось бы им сделать, даже если бы они стали помогать друг другу. Ну правильно, это же часть нашего вероубеждения мусульманского. И у всех оно одинаково, что Коран является Каляму Аллаха, речью Аллаха. Одним из его сифатов, атрибутов неизменных и вечных. И он не может быть творениями Всевышнего, изменен никаким образом. Ведь Всевышний сам говорит, Поистине мы не спасали этот Коран, и мы его будем охранять. И в 11 местах Корана есть предложение от Аллаха к людям. Если вы готовы, то приведите один аят, приведите одну суру, подобную Корану. Представьте себе, 14 веков, сколько было недругов у религии ислам, недругов у пророка Мухаммада, врагов Корана, врагов Аллаха. Но ведь они же не бесталантливые люди все были. Все, многие из них обладали красивым стихосложением, многие из них обладали логическим мышлением, не смогли, иначе нам давным-давно бы заменили, постарались Коран. Но слово Аллаха вечно и неизменно. И уходя обратно в историю, первое, что Аллах предложил, Он говорит, предложил нам постигать науки, чтение. Через чтение же мы получаем все знания свои. Быть грамотным. Да, быть грамотным. И вот сейчас Имрон приведет как раз первые пять аятов, которые были неспосланы от Аллаха, пророка Мухаммада, алиссаляту вассалям, пеках. Имрон, пожалуйста. Алиссаляту вассалям, пеках. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь идет в форме приказа, Аллах говорит, читай, во имя Господа твоего, который сотворил человека из густка, из капли, читай, и Господь твой щедрейший научит тебя колямам, то есть научит тебя речью своей. Вот это и есть. Аллах говорит, я тебе дам свою речь, Коран, и ты, читая его, постигнешь все знания в мире. А для того, чтобы мы читали, правильно Аллах приказал в другой суре, он говорит, И читайте Коран чтением по правилам. И когда мы читаем по правилам, появляется вот эта мелодичность нашего чтения. Когда мы украшаем чтение Корана своими голосами, появляется вот такая мелодия. Поэтому возникает этот вопрос, Коран что? Песня или стихи? Есть мелодичность, есть повторяемость, есть окончание, есть некие стройные сюжеты. И поэтому человек не может, не приняв для себя постулат, что это речь Господа, не сможет понять, что это такое. Вот такая кыда у нас. Небольшая реклама у нас сейчас будет, и мы продолжим наш разговор о Коране, его чтении, и будем разбираться музыкой или стихом. После перерыва давайте еще раз напомним, кто у нас в гостях. Тема чтения Корана, музыка или стих, Ази Савельевич. Нурислам Хаджи Касимов, дорогой наш друг, салам алейкум, мама мечети города Кирова, Рагиб Мамедов, еще один наш дорогой друг, руководитель религиозной организации мусульман-шиитов Кировской области, салам алейкум. Мурат Алиев, тоже участник нашей передачи, член молодежного комитета благотворительного фонда Азербайджана, салам алейкум. И молодой талант Имрон Саадов, чтец Корана в Кировской мечети. Вы уже все услышали его приятный голос. А вот я хочу спросить, а как попасть, как получить дозволение читать Коран в мечети в столь юном возрасте? Да очень просто. Как? Начинаешь с сознательного возраста изучать правила чтения Корана, начинаешь много практиковаться, много читаешь, каждый день, каждый день, это труд большой. И при милости Всевышнего, который дает красивый голос, проходишь экзамен. Экзамен принимает тот, кто знает вот эту науку, о котором мы говорили, принимает экзамен, дает разрешение читать. Кто непосредственно у Имрона экзамен принимал? Вы? Кто принимал у тебя? Абдурахим. Вот, один из имамов Кировской мечети. Абдурахман или Абдурахим? Абдурахим. Абдурахим, да. Вот, ну у него, когда он приходит на намаз, читает Коран, экзамен принимают все, получается. Ну да. То есть, и он нравится. И такие вот конкурсы же бывают тоже. Как раз в эти дни проходит Всероссийский конкурс хафизов, то есть тех, кто наизусть знает Коран. В Хасавюрте, в Дагестане. И от Кировской области есть представитель. Кто это? Мурат. Мурат? Мой папа? Нет. У Карисы. В общем, немножко... Мустафа, Мустафа, который... Мустафа, он, значит, прошел обучение в Турции, получил иджазу, то есть разрешение, получил степень, что он хафиз Курана, принимали, понятно, там люди, которые знают досконально весь текст, а это... Хафиз Курана знает весь Коран наизусть, он знает каждый аят наизусть, знает, какой аят за каким следует, когда, при каких случаях, какую часть Корана надо читать. И вот он, представитель Кировского, Духовного управления мусульман Кировской области, в составе ЦДУМ России, представляет нас там на этом всероссийском конкурсе. Ох, а это не первый год мы уже участвуем? Наша область участвует. Впервые. То есть наша область впервые участвует. Да, теперь у нас свой хафиз появился, наконец-то. Слава Аллаху. Есть еще даже говорят, что нельзя уходить из города, если в нем есть хафиз Курана. Ну, совсем покидать будет. В общем, теперь, да, тяжело будет тем мусульманам, которые хотели бы уехать из Кирова после этих слов. А приезжать, наоборот, приветствовать. Нур-Ислава Хаджи, всем задержаться. Всем задержаться. Потому что никаких нет больше причин покидать наш любимый город. Правильно. То есть полноценная здесь, собственно, жизнь мусульмансов. Полноценная религиозная, духовная жизнь. Мы, видите, вот мы объединяемся между собой мусульмане во всем лучшем. В любви к Курану и сунниты и шииты одинаково же. Абсолютно. Абсолютно одинаково. Мы не разделяем, что какое-то свое видение, мы не ставим в противоречие. Это же суть ислама. И только это суть ислама. Да, это есть суть. У меня, может быть, такой, ну, не знаю, простой вопрос, банальный, но мне хочется знать особенные случаи, когда обязательно читать Коран. Не знаю, правильно, неправильно я сформулировал. Ну, вот кроме ежедневной, да, в этой молитве. Вот на это я скажу. Или уточните, помогите мне. Мы знаем, что Коран послана в месяц, в вышний месяц Рамазан. И в следующей неделе, в четверг, первый день Рамазан наступает. В среду. В среду. Ну, 16-го или 17-го, там два календара пока. Вот. Первый день Рамазан. В июня мы имеем в виду. Нет, мая. Ой, мая. Мая. Мая, вот, в следующий день. Вот-вот уже на следующий столб лажей, но как-то к июню больше. И вот на это у нас есть далиль, у нас есть доказательства с Корана. Вот в Багаре, суре Багара, 185-м аяте Аллаха Баракова Таалла нам говорит, что я сейчас вам почитаю, и Мурат нам его переведет. Давайте послушаем. Бисм الله الرحمن الرحيم. Шهر الرمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الحدى والفرغان. Фَمَنْ شَهِيدَ مِنْكُمُ الشَّحْرَ فَلْيَسُمْ Шهِيدَ مِنْ كَانَ مَرِيزَنَ وَعْلَى سَفَرٍ Шهِيدَ مِنْ ذَكِينَ وَبِنْا يُعْصِمُ زَاصْكُمْ Садак Аллаху. Послушаем перевод. Говорится, что в лунный месяц, в месяц Рамадан, был ниспослан Коран, который является верным руководством, то есть источником знаний для людей, ясным доказательством из верного руководства и развлечения. И дальше продолжается. Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен соблюдать пост. В дневное время пост соблюдается. А если кто болен или находится в пути, тот пусть соблюдает пост столько же дней, но в другое время, по числу, сколько он уже пропустил дней. Дальше говорится, что Аллах, действительно, Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное число дней и тем самым возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. «Быть может, вы будете благодарны». Это перевод. Вот, в месяц Рамазан, поэтому все мусульмане начинают читать Коран, хотя бы полностью Коран один раз почитать. Полностью, вот во время поста. Да, во время поста. Каждый мусульманин. Почему? Потому что у нас хадисы от пророка, слава от Аллаха, от пророка, мир ему и его семьи. Пророк, слава от Аллах говорит, в месяц Рамазан один аят, если прочитать, один аят равно остальное время читать полностью Коран. Один аят. А один аят – это, скажу, буквально одно предложение. Одно предложение. Читать – это равно целому Корану. А в Коране 6236 аятов есть. Представьте. В месяц Рамазан, получается, польза идет от чтения Корана, возвышенная гораздо больше, чем в остальные месяца, получается. Это лучшая молитва, чтение Корана. Мы как раз в Кировской мечети сегодня на пятничном намазе объявили о том, что у нас будет два хатма, то есть две полных завершающих цикла чтения Корана. Один из хатм будет в самом намазе Таравих, специальный намаз в месяц Рамазан, он длинный, целый час идет. Но люди выдерживают, потому что людям нравится в самом намазе слушать, как красиво читается Коран. И вот как раз вернется наш хат. С конкурса. С конкурса, возможно, победителем. Мы очень надеемся на это, что Мустафа вернется с большим подарком и в звании еще и победителя Всероссийского. Конкурса, иншаллах. И кроме этого еще будет до этого намаза будет чтец или будет его отец читать, или он сам будет, или еще кого-нибудь. У нас есть чтецы, кто красиво, правильно читает. И для всех, вот я сказал, кто желает в этот месяц прочесть весь Куран, посадить свои ошибки в чтении, получить навыки в чтении, приходите, открывайте Куран. Книг с текстом Курана достаточно для всех у нас в мечети. Пришли, слушают, смотрят на текст. Кто не знает, хотя бы научиться надо. За месяц научиться читать Куран можно. Можно, если у человека будет желание. Ну, первое, конечно же, любовь ко Всевышнему. Да, это главное. Потом желание к этому. И маленькое усердие. Безусердие. Безусердие. Да. А что, вот, как переводится фраза, с которой вы каждый начинаете? Айзубиллаху мина шейтану ра-джим бисмиллаху. Это краткое его название. То есть мы просим у Всевышнего защиты от проклятого сатаны. Перед чтением Курана. Он же сам говорит. Ида кора алю Курану фаста айзубиллаху мина шейтану ра-джим. Когда вы начинаете чтение Курана, Аллах говорит, попросите у Всевышнего, попросите у меня, Аллах говорит, защиты от сатаны. Сатана же может здесь каким-то образом всунуться в процесс чтения, показать человеку ошибочное чтение. Он же не дремлет, он же подловить пытается. И следующая фраза идет бисмиллаху рахмани рахим. Мы всегда начинаем с именем Аллаха, милости его и милосердного. Кстати, в Библии тоже об этом сказано. А можем мы Емрону уже в завершении программы что-то такое красивое почитать? Красивое, жизнеутверждающее. Вольфаджер как раз он хочет почитать суру, которая называется «Утро». Вот это и есть жизнеутверждающая. Отлично. Емрон Садов. 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 И тот, кто сотворил добро величиной с пылинкой, узрит его. И тот, кто зло величиной с пылинкой совершит. Это Коран все нам об этом аяте говорит, что думайте и готовьтесь на последний путь. Каждый будет отвечать за свои деяния. Мы все надеемся на милость Всевышнего и стремимся к ней в свои дела. Как всегда. Слегка, можно сказать, мы только прикоснулись к этому всему, но будем продолжить, безусловно. Про музыку мы запомнили, музыка, да? Отдельной темой вынесем, обязательно, в одной из ближайших передач. Спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Всем гостям спасибо. На сегодня Союз Нерушимый, Солен. До свидания, спасибо. Спасибо. Союз Нерушимый